Оба предприятия – это городские коммунальные службы, направления работы, которых неизбежно пересекаются. Благоустройство города – уборка территории, озеленение газонов и клумб. Однако специфика работы у каждого мупа своя. По словам директора комбината благоустройства Сурена-Авсипяна, слияние предприятий повлечет убытки. У нас разные режимы работы, разные экономические модели и вообще разные налоговые режимы. Главным в ситуации слияния двух предприятий остается кадровый вопрос. После того, как в КБУ узнали об объединении, больше 10 работников написали заявление об увольнении. Слияние мупов неизбежно породило слухи о сокращении. Штат комбината благоустройства – 65 человек. 13 из них после объединения могут потерять свои рабочие места. Часть людей из тех, кто планировался к сокращению, они будут устроены на нашем предприятии. Часть разосланы запросы по остальным муниципальным предприятиям. То есть никто, никого в раздать не собирается. При этом по заработной плате уменьшения заработной платы не будет. Судьба помещений, КБУ и рабочих мест сотрудников уже определена. Инженерно-технические специалисты комбината переедут в ДЭП. Планируется, что озеленители и уборщики территории останутся на прежних местах. Питомник и теплицы на территории КБУ будут работать в прежнем режиме. А вся техника комбината благоустройства отправится в ДЭП. Когда нет прозрачности, открытости, понимания людей, и вот эти, витая все вот эти домыслы, кто говорит, вас снесут в территорию, кому-то нужно. Кто говорит, ваши помещения кому-то не нужны, вы не нужны, поэтому что-то делаете. Кто говорит, просто вашу деятельность просто отберут. Вот тоже вопрос. Люди боятся. Средний годовой финансовый оборот ДЭПа – 300 миллионов. Предприятиям приходится конкурировать с частными подрядчиками и зачастую МУПы теряют контракты на крупные суммы. Отсюда и миллионные убытки. В администрации считают, что объединенные предприятия будут более конкурентоспособным, и разовые потери прибыли будут иметь меньше последствий. Оба предприятия работают в условиях конкурентной среды. Вот, значит, у ДЭПа большие объемы. Естественно, угрозы даже при больших объемах существуют. Выходы на этот конкурентный рынок каких-то организаций. Но условия больших объемов – это очень сложно. Поэтому, собственно говоря, устойчивость ДЭПа, она все-таки более серьезная в этом вопросе. Возможно, это и решение когда-то и будет правильно. Но все-таки пересмотреть, может быть, повременить это решение, обсудить, понять все за и против, все моменты, все-таки делать правильный анализ, правильную оценку, и после этого уже принимать решение. Объединение предприятий должно произойти уже 1 ноября. До этого времени администрации ДЭПа предстоит решить частные вопросы работников комбината благоустройства в индивидуальном порядке. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.